Всем привет, друзья! Вы на канале Роман с Хоккеем, и мы уже приехали в Омск. Стоюсь здесь перед терминалом аэропорта имени Карбышева. Потрясающая солнечная погода, правда, холодновато. Минус 21, в Москве было 0, мы уже к этому привыкли, но мы тепло оделись, видите, по форме. Так сказать, встали в 6, толком не спали, но мы уже предвкушаем великолепную программу, которая ждет нас в эти 5 дней в Омске. Поэтому для вас полюбившийся формат влога заранее прожимай лайк, подписывайся на канал, если все еще этого не сделал, и погнали! Доброе утро! У нас вчерашний день в Омске какой-то скомканный получился, практически весь день проспали, сейчас уже встали. Я встал по московскому времени вообще в 3.30, по омскому в 6.30, и все это для того, чтобы поехать на раскатку команд. Первым у нас будет тренироваться Лават Юлаев в 9.20 по омскому, то есть получается по Уфе в 7.20 утра, а по москве так вообще в 6.20. В общем, но что самое важное, что вот эта акклиматизация и перестройка на новое время прошла успешно, я себя прекрасно чувствую, сейчас позавтракали и готовы ехать на G-Drive арену. Солнце такое, погода чудесная. Не устал вот эти все-таки? Уже я с кем не пообщаюсь, пресс-служба обычно говорит, блин, у нас вообще нет выходных там. Ну что, ну и до этого не было. То есть, ехать в хоккей часто попадает на выходные дни. Не, вообще я имею в виду, что из-за того, что... Да нет, даже нормальный сезон выступ поход. Да? Какие у тебя ожидания от плей-офф? Плей-офф в самое классное время. Ну, у меня уже... Время в работе. У меня уже мандраж какой-то начинается. Не, мне на баланс я хочу быстрее плей-офф. Баскиров. Скучаешь по ламсе? Ёрк. Надо не работать? Ну да, ну ты постоянно... Чувак там нормально был? Слушай, ну вообще после того, как он не уехал, это было очень круто. Вау, просто волшебно, да? А, в смысле, не просто командовать или что? У нас уже два хоккеиста салавата на льду. Это Баскиров и Мухаммадуллин. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Своё джерси разыграли, Алексей. Уехала в Калужскую область. Да? Да. Даже не в Башкирию. Но борьба была отчаянная. Да? Да. Чувак, подсматривайте. Да. Доброе утро. Его можно брать на пятаке. Раскатка. Это прямо моё любимое действие теперь. Потому что настолько непринуждённая, спокойная, приятная обстановка. Ты можешь пообщаться со всеми. Нет вот этого напряга. Да, я уже про это вот много раз говорил. И не знаю. Ходишь вот где хочешь. Всё снимаешь. Так сказать, проникаешься всей атмосферой, которая тебе нужна. Так что, ребят, всё круто. Сижу на лавке Авангарда. Смотрю, когда ещё вот будет такая возможность. Слышишь, да, такой пуп-пуп? Виктор Николаевич, как у вас настроение в прошедшем днём рождения? Ещё раз скажите, как вы отмечали его? Кругу своих коллег. Мы вчера посидели, поужинали. Да, и сегодня у нас новая игра, новый вызов. Поэтому он так вчера был. В рабочем режиме. У вас богатый опыт. Вы на множество аренах бывали. Как вам джидрайв? Ну, это классный арен. На высоком уровне, да. И видно то, что обращены. Очень много деталей сделано на высоком уровне. И я считаю, отличный арен. Кайфово здесь находиться? Да, кайфово. И площадка хорошая, и лёд. И то, что зрители так близко, да. То есть передаёт эффект присутствия. Как говорится. Ну, и традиционный вопрос. Знаю, что на пресс-конференции последние задавали. Но ещё раз. Когда всё класс-энкто выйдет? Джош близок. Близок. Но когда, блин, насколько близок, да, пока тяжело ответить. Ну, вот по вашим ощущениям, есть шанс, что он выйдет до плей-оффа регулярно? Опять же, да. Он близок, но когда он выйдет, пока точно не могу сказать. Будем смотреть на его физическую форму. Спасибо, Виктор Николаевич. Удачи вам всем. Спасибо большое. До свидания. Так вот, пообщались с главным тренером. Сейчас пойдём ловить игроков. У нас ещё Саша. Саша Хмелевский на очереди. Саша, привет. Привет. Саша, скажи, пожалуйста, всё-таки вот в чём, как ты так смог четыре раза подряд в овертайме забить? Вот в чём секрет? Ну, конечно, помогает, что у нас, когда мы снимаем овертайр, у нас есть лишний игрок. Я просто пытаюсь идти на ворота. Я знаю много отскоки там, и мои партнёры очень хорошие броски делают и помогают мне. А нет такого, что тебе партнёры или тренеры говорят, когда начинают с овертайм, типа, Саша, настало твоё время? Ну, нет, я не знаю, что я не единственный, кто мог забить у нас, а у нас есть много игроков, кто мог забить. Я просто сам себе говорю, что не надо волноваться, надо просто выходить и делать свою работу. У тебя это первый сезон в КХЛ. Вот многие иностранцы говорят, что тяжело летать, большие расстояния. Как ты это переживаешь? Я не думаю, для меня это тяжело. Для нас Салавачи Лайф нормально ухаживает за нас, и у меня никакие проблемы по как мы летаем или питание. Всё отлично. Как тебе G-Drive арена? Очень красивая арена. Напоминает мне много, как Лас-Вегас арена для хоккей. Такой большой, новый, и всегда хорошая атмосфера здесь. Ладно, Саша, спасибо тебе большое. Удачи сегодня в игре. Спасибо вам. Раскатка очень хорошо. Немножко, может быть, маловато Лайва, но в любом случае пообщались с Козловым. Вообще такую общую атмосферу прочувствовали, так что сейчас будем ждать хозяев. Хозяев. Здесь весь день будешь? А? Нет, сейчас ждём вас. Вас сейчас. А, сейчас же сказали, какая-то открытая тренировка нам даст? Кто сказал? Что-то кто-то нам рассказал, что типа журналисты приехали. Так это мы. А вы? Какие ощущения вообще у человека, который тысяча матчей скоро будет? Нормально, отлично. Нет такого типа опять, блин? Ну, если было бы, я бы не правду. На следующий сезон какие планы? Посмотрим. Посмотрим. Не ведёте пока? Не, 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 заказывайте. Ну ладно, удачи вам сегодня. Спасибо. Вот и хозяева уже вышли. Владимир Жирков мне пивнул. У Арсения Грицюка интересная шайба какая-то, оранжевая. Владимир Ткачёв поприветствовал меня. Что бы это могло значить? А ещё одна причина, по которой люблю смотреть за раскатками, так это сравнивать, как команды вообще работают. Потому что у Авангарда высочайшая интенсивность. То есть все упражнения быстро проходят на фоне Салавата, который только что был, здесь всё быстрее. Но, конечно, мой фаворит однозначно СКА. Там вообще нет секунды даже на промедление. То есть всё очень интенсивно. Одно, второе, третье упражнение. Никто не стоит. Всё в динамике. Так что такие дела, такие наблюдения. Так, Авангард отрабатывает булиты. Корбан не забил. Теперь Ткачёв. Ой, потерял. Буше больше всех рад. Это, если кто не знает, автор и ведущий рубрики Авангард. Командировка! Серёга нас не очень любит, но мы его любим. Ну что, потихонечку у нас уже всё подходит к концу. Сейчас пойдём доснимать наш выпуск, который мы запланировали. И уже всё, уезжаем с арены. Вот так вот незаметно скрывается у нас Гендир Салавату. О, Ренат Рашидович, есть какой-то браслет уникальный. Здравствуйте. И вы тут один. Вау! Слушайте, вот это да! Ну, слушайте, здесь лучше, чем витязи. Ого, Витязь. Так, ну, действительно, обзор великолепный, как на ладони. Наверное, удобно так смотреть хоккей. Красиво. Так, ну, здесь у нас накрыт стол праздничный. Так что, всё круто. Да. Красота. Слушайте, я, кажется, знаю, где надо смотреть игры, да? Хорошо быть директором. Да. Ну что, мы спустились уже сюда, к Бортику. Третий период идёт. Первый период смотрели в гостевой ложе с Ренатом Башировым. Было очень интересно. Прикольная там зона такая. Но сейчас Салават 0-2 выигрывает. И вообще, честно, не люблю приезжать на матчи куда-то далеко. Ну, в какой-то город, когда хозяева проигрывают. Потому что всегда настроение сразу такое. И в раздевалку тоже заходишь как-то не так. Но куда деваться? Иногда такое тоже случается. В общем, после игры в любом случае пойдём в одну из лучших раздевалок нашей лиги. Плюс ещё пообщаемся с игроками. Посмотрим, может, что-то интересное будет. А ещё вот тут возле Бортика познакомился с девушкой. Она работает на местном ТВ и делает свой интересный проект. Называется «Ещё не матч», да, Лана? Привет, привет. Всем привет, да. Как твой проект называется? Проект называется «Ещё не матч». Ну, вот сегодня матч, поэтому сейчас смотрим, болеем за команду, да. Знаешь, основной девиз о мячей какой? Нет. Не знаешь? Омский, авангард, вперёд! Поэтому верим в команду. Здорово. Ну что ж, ну да, ещё время есть. Тем более «Авангард» три раза подряд отыгрывался дома сейчас, да? У нас, как ты знаешь, рубильник включается, видимо, на третьем периоде. И мы начинаем. Вот, слышишь? И мы начинаем действовать. Поэтому сейчас осталось восемь минут. Уверена, что, ну, счёт будет 3-2. Будем надеяться. Спасибо большое. Удачи тебе, твоему проекту. Спасибо большое, Роман. По такому коридору идём в раздевалку «Авангарда». Осторожно, провода. Не люблю идти в раздевалки, когда команда проигрывает. Мы ждём Рита Божия. Ребят, слушайте, сегодня уже 16 февраля. Мы стоим перед отелем «Амак», с которым мы остановились. И с которого сейчас, наверное, вы видите кадры, как мы съезжаем. Дело всё в том, что мы вчера встали в 6.30 и приехали сюда в отель уже после того, как поработали на матче. Выложили видео. Вот это вот всё около пяти утра и хотели, как бы, нормально поспать. Вот. А оказалось, что в отеле идут ремонтные работы. И чуть с восьми утра до восьми вечера. На третьем этаже, а мы живём на втором. Вот. А я сплю очень чутко. Настя у нас спит. Её танком не разбудишь. И, короче, я сплю, просыпаюсь от того, что жуткое сверление, прямо долбёжка, прям молотком так бум-бум. Я думаю, вообще, что за дела? Звоню на ресепшн, говорю, а что вообще происходит? Она говорит, а у нас же, говорит, стоит уведомление на ресепшне. Вы сейчас тоже его увидите. Мы знать не знали, нам про это никто не говорил. А самое важное, что она говорит, я говорю, как же так, я говорю, как людям отдыхать? А она говорит, у нас, говорит, и на сайте это есть. Вы, говорит, когда бронировали, что, как не посмотрели? Я, короче, в полном шоке. Пишу людям, которые мне бронировали, потому что это не мы выбирали, ребят, этот отель. Я пишу туда, мне говорят, да не было там ничего такого. Короче, мы с ними выясняем отношения. Вот только сейчас я спустился, начал там ругаться на этом ресепе. И мне сказали, ой, у нас на сайте, оказывается, нет. Я говорю, а зачем вы людей водите в заблуждение? Я говорю, как вообще так вы можете делать? Короче, в итоге накатал вот такую огромную претензию от руки. У меня рука уже даже болит. И вообще в ужасном просто состоянии, настроении. Потому что мы сутки практически на ногах были, начиная там от раскатки, матча, куча работы. И по итогу вот я вообще не спал практически. Башка болит, настроения нет. И вот таким вот. Такой вот у меня отзыв об отеле АМАКС. Настоящая конторка. Вот. Ну ладно, хотя бы заявление приняли. Так что там, наверное, сделают возврат. А мы сейчас едем в другую гостиницу. Называется Ибис. 17 февраля, день игры с нефтехимиком. Мы уже на арене. Буквально где-то минут 50 остается. Вчера переселились в другую гостиницу. Живем вместе с нефтехимиком. Даже сегодня вместе завтракали. Причем пришли вообще самые первые. У нас день с ночью что-то все перепуталось. Толком не спим ночью. Спим потом днем. Сегодня рад, что просто пришли смотреть хоккей. Не будет выпуска. Мы так для влога делаем кадры. Потом после игры пойдем к игрокам. Так что сегодня будем наслаждаться хоккейом. И смотреть за тем, как нефтехимик борется за очки. Для того, чтобы все-таки выиграть борьбу за восьмое место. Здравствуйте, Татьяна. Вы, наверное, да? Здравствуйте. Я Роман. Очень приятно. Взаимно, пожалуйста. Возьмите. Ваша шапочка и трое петято. Отлично. Спасибо большое. Да, огонь. Все, хорошо. Спасибо. Вам спасибо. Давайте, до свидания. Ну что, ребят, получил еще одну порцию подарков. После того, как этот влог выйдет, обязательно переходите по ссылке в закрепленном комментарии в мою телегу. И там мы сделаем прям большой пул. У меня еще есть бейсболка. Возможно, будет шайба. Так что будет много призов. И у вас будет возможность пополнить свою коллекцию. Хотел полноценно пообщаться с болельщиками, а тут встретил человека, который давно на меня подписан. Смотрит и с барского плеча вот перчатки. Фонбет. Давай. Спасибо. Чтобы руки не мерзли, чтобы все было хорошо. Спасибо. Тебе дало успехов по этому всего развития канала. Спасибо. Дай бог, чтобы у Авангарда все было хорошо. Арена великолепная. Чтобы отыскать все было супер. Давайте. И сегодня, чтобы победа была. Пока-пока. Вот такие дела. Здорово. Здорово. Я тебе еще хотел-то. Смотри. Это, короче, выдавалось. Лимитированная версия. Только первого ста, кто купил абонементы. Я больше всего-то хочу тебе подарить его. Спасибо. Потому что я знаю, что у тебя на заднем фоне очень много разных сувениров. И он будет напоминать тебе. Потому что ты был на первом арене. Спасибо. Спасибо большое. Это очень трогательно. Рахмет. Слушай, это. Твое интервью так понравилось, что ребята из фонбет передали тебе перчаточки. Вот. Это тебе подарок ответный. Молодец. Да, да. Молодец. Давай, чтобы твое место это приносило удачу. Оно, видишь, первое. Чтобы Авангар тоже был первым. Да. Давай. Мы сегодня это с трибуны там смотрим, не снимаем. Поэтому давайте. Хорошо. Хороший. Давай тебе тоже. Видали? Подарили шарф с лимитированной коллекцией, с открытия арены. Матч с эфтехимиком уже начался. Мы сегодня будем смотреть его с мест для трибун. Посмотрите, вот здесь позиция. Вот так. Напишите в комментариях, как вам места. Ну что, друзья, с нами к нам пришел бессменный ведущий арены Авангарда Никита Петров. Никит, ну как у тебя? Держи штучку. Все шикарно вообще. Приветствую всех зрителей суперклассного видеоблога «Роман с хоккеем». Вот у меня сейчас просто в рацию еще параллельно мне говорят. Что говорят? Говорят, что сейчас у нас будет анонс следующих матчей в коммерческую паузу. И у нас будет шумомер еще, поэтому сейчас будем все вместе шуметь. А мы... Ты прямо отсюда это будешь делать? Прямо сейчас запишем. Мы сейчас снимем. Вот это огонь. Да, меня как раз на камеру сейчас не будут выводить. Собственно говоря, готовимся. Я не часто на самом деле смотрю на площадку, потому что есть чем заняться. Но так, краем глаза, неплохо. Но мне кажется, сегодня не важно качество игры для Авангарда, а важна просто победа и два очка в таблице. Потому что такие качели... Я не думаю, что наша команда уже думает выбирать себе соперника в первом раунде. Все не хотят ехать на Дальний Восток. Но мне кажется, что просто дело пока в игре именно нашей команды и у наших парней в головах. Слушай, а давай зрителям расскажем. Я правильно понимаю, что ты из Балашихи все время вот летаешь? Да, я летаю сюда на серии матчей. Вообще, глобально я не должен был здесь работать. Я должен был поработать на открытии, передать бразды правления. Но получилось так, что я здесь, чему я несомненно рад. Потому что это нереальный камень. Ты не устал постоянно летать? Ну, для меня самолет уже маршрутка. Ну, реально. Просто сел, три часа поспал и все. Единственное, неудобно. Вот так, работаем. Все, работаем. Давай, я это буду держать. Я просто не вижу. Итак, друзья, большим удовольствием приглашаем на наш матч и у нашей команды. Внимание на наш пяти. 20, 22 и 24 февраля у вас гостях в паре «Локомотив» и Нижегородская торпеда. И самое главное, друзья, не забывайте, что билеты на матч только на сайте ticket.fow.ru. Ну и, конечно, это приложение хоккейного клуба «Авангард». Увидимся здесь, на «Жизайф-аренье». Именно вы создаете самую лучшую атмосферу в континентальной хоккейной лиге на матчах нашей команды. По моей команде. Сейчас по моей команде подбрасывание будем делать шумомет. Ну, ты молодец. А тебе там это все говорят? Ну, часть я говорю, часть… Все, погнали. Итак, друзья, но это еще не все. Все, внимание, на экран. Делаем наш любимый шумомет, чем больше стрелка, тем уровень громче. Поэтому даем шумом процентов на 50. С этим за стрелкой. Еще громче давай! Приготовим максимум! Спасибо, друзья! Как всегда, лучше! Никит, спасибо тебе за это. Очень круто. Мы все это ставим влог с поездки в Омск. Так что теперь… Может, тебя кто-то еще все-таки не знает, не видел, а теперь уже узнает. Но в Омске, на самом деле, я уже познакомился со многими болельщиками. И меня потихонечку узнают здесь. Мне, несомненно, приятно. Безусловно, есть те люди, которые говорят, езжай в свою Балашиху. Но я в целом в нее и езжу, но все-таки иногда езжу в Омск. Спасибо. Спасибо тебе. Всем, да. Всем не забывайте, что у нас у всех роман с хоккеем. Это самое главное. Ну что, мы снова здесь. Спустя два дня идем по красному коридору в раздевалку «Авангарда». Сегодня у меня подарочки. Смотрите, сколько бейсболок. Будем сейчас все подписывать. Но, что самое важное, «Авангард» выиграл. Так что сегодня другое настроение. И оба игрока, с которыми в прошлый раз общались, сегодня забросили свои шайбы. Забросили свои шайбы. Так что все хорошо. Спасибо. Ёва моё. Спасибо. Вам спасибо. Удачи. Погодите сейчас. Да, да, конечно. Подождем. А что так холодно-то тут? Да, откройте. А, ёва моё. Подожди, я дам интервью. Саша, ты не пробегал? Я интервью должен дать? Да, да, вы. Подождем. Пойдем вот сюда. Да узнал, я бежал. Нет, мы уже все написали плохо. Пойдем вот сюда. Тут специально. Да, конечно. Нет, все. Я же понял, я бы сейчас дурочка включил, а так-то я знаю. Заходи, я закрою. Вы нас не выпустили туда? Туда? Не сможешь. Ладно, давайте. Пока, удачи. Спасибо. Ну что, на этом работу на самой арене заканчиваем. Сейчас поедем в отель, там доработаем. Ну что, спасибо G-Drive, спасибо Омску за эту поездку. Мне кажется, что было здорово, клево. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Завтра уже будем собираться и у нас вылет вечером. Вот и наступил заключительный день нашей поездки в Омск. Буквально через нескольких часов у нас уже самолет. И нам повезло, что рядом с нашей гостиницей, в которую мы по ходу этой поездки переехали, оказалось еще очень интересное место, которое я сейчас вас проведу. Да-да-да-да. Здравствуйте. Очень прикольно. Мне сказали, что этот магазин открыли как раз перед открытием арены. И теперь здесь фанаты могут закупаться. И вообще, мне кажется, это круто, когда магазин команды находится в самом центре города. Смотрите, покупайте там сувенирчики себе всякие. Кстати, клевая шапка. И такую я скоро буду разыгрывать в своем телеграм-канале. По ссылке в закрепленном комментарии переходи, подписывайся. Там будет целый пул из подарков, которые мы привезли из Омска. Так что обязательно переходи, участвуй и побеждай. Посмотрели магазин. Я бы не сказал, конечно, что это какой-то вау, там 10 из 10. Но в любом случае здорово, что такой магазин для болельщиков есть. И вообще, когда приезжаешь в центр города, допустим, даже не болельщик идет, смотрит, думает, ага, авангард. Это круто. Я считаю, что у каждой команды должен быть такой магазин в центре, чтобы все знали, что хайкей в этом городе живет. Вот. Ну, а так в целом наш флог подходит к концу. Ребята, честно, очень старались, много снимали, мало спали. Немножко у нас тут непонятная вообще была акклиматизация. Но в любом случае, я считаю, что это было не зря. Нам очень понравилось. И большое, конечно, спасибо компании Фонбет за помощь в организации этой поездки. Большое спасибо Континентальной Хоккейной Лиге, еще официальному партнеру Атрибутик Энд Клаб, который тоже в эту поездку дал нам подарки. Например, вот эта бейсболка с Ридом Буше, которую мы вчера подписывали. Это тоже от них. Так что всем партнерам большое спасибо. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, то обязательно прожимай лайк. Спасибо за просмотр. И мы едем в Москву, а впереди нас ждет плей-офф. Самая интересная, самая жаркая пора, где хоккея будет просто немерено. Ну и, конечно, друзья, вот здесь я сейчас в Омске. Это улица Ленина. Тут очень красиво. Я хочу пожелать вам и вообще попросить, чтобы вы не забывали, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго. Ля-ля-ля-ля-ля.